Аварит Москва Германия полностью разгромлена Мог бы предположить простой деревенский парнишка Ванька Садчиков, что именно война и та профессия, которую он получил в армии, сыграет в его жизни большую роль. На фронт Иван Садчиков попал в 1944 году после окончания артиллерийской школы в Куйбышеве. В составе 73-й артиллерийской бригады Иван воевал на Белорусском фронте. Выехали в сторону Минска мы, а поскольку через Березину, ика Березина есть, по Смоленской дороге, вот, там был разрушен в городе Борисовый мост, и мы остановились. А ночью налет, Оршу начали бомбить на моментах самолета, крутит нас в лес, тут попал как раз по тревоге, значит, всех с эшелона. А там сзади нас шел такой эшелон нашего же полка, ну, увезли там продукты, даже лошади были. У нас на каждой батарее была лошадь. Как же надо продукты, как это привезти. Старики такие пожилые, вот, пожилого возраста, были ездовые. Мы, значит, быстренько переехали, окопались, и в ночь налеты. Вот. Конечно, мы не были в окопах, а были, вот, защищали небо здесь, Куйбышево, и защищали город Минск. У нас есть белорусская медаль за это. Я только, только поражаюсь нашим женщинам русскому. Прямо скажу. Белье было такое же, как и у нас. Кальсоны и рубашки. Вот это, конечно, меня поражало. Ну, мы уже немножко пацанами уже понимали, что как нам тяжело, нам тяжело, а как женщинам было. Здесь же, в Минске, он встретил победу. Но демилизации им, призывникам 43-го, пришлось ждать еще целых пять лет. Ну, а тут уже начались боевые будни и так далее, там подобное. Я уже стал командиром орудия, потом, значит, попал в полковую школу. И я еще пять лет прослужил. Сейчас, говорит Иван Андреевич, все чаще и чаще, словно кинокадры, встают перед глазами военные сюжеты. Казалось бы, это только лишь воспоминания. Но ведь это все было. Говорит Москва, Германия полностью разгромлена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова